Слов мы обретаем как последствия сияние уши кинзерских ов. Поэт не стал дорогой тень, Святыней, отданных в музей. Он шумно празднует рожденье Среди бесчисленных друзей. Среди бесчисленных друзей Среди бесчисленных друзей Драм Николаевич и Мария Раевский Снязь Василий Давынов Петр Петербурга Петр Петербург Георгия Васильевна, Георгия Тагурова, Георгий Иван Мещин. ПЕСНЯ Невеста обширный полукруг Все чувства поражают вдруг Здесь скажут франты записные Свое нахальство, свой жилет И невнимательный ларнет Суда гусары отпускные Спешат явиться, прогреметь Блеснуть, пленить и улететь Мы рады вас приветствовать, друзья На праздники поэта, на балу Пусть рьется музыка, стихи звучат Он миру посвятил народу своему ПЕСНЯ ПЕСНЯ 1828 год Я, Наталья Кончарова, вместе с сестрами Приехала на балу Боже, как я к нему готовилась На мне было прекрасное белое платье И белые розы волоса Просто похожа на ангела Сердце мое трепетало Ведь оно так страдало А мне хотелось хоть немножечко счастья и тепла Я ждала его, моего принца И вдруг появился он Все вокруг восторженно шептали А что Кушкин, что Кушкин, Господи Кушкин Здесь Кушкин А он приглашает меня на варс А он приглашает меня на варс Когда я увидел Наталью В первый раз 16-летней девчонкой Красоту ее Едва начинали замечать в свете Я же сразу поддался Необыкновенному обаянию Ее ни с чем не сравнимой прелести Я полюбил ее Голова моя закружилась И настало время любви Пушкин Пушкин сказал мне о своей любви И сделал предложение От счастья я едва устояла на ногах Он Всемирно известный поэт И я Конечно же да И только да Вырваться от опеки маменьки Большой свет Было самой советной мечтой Но маменька не приняла предложение Отдать дочь За бедного сочинителя и безбожника Это уж слишком Я два раза просил Руки Натали И наконец Мое предложение Было принято Да Я выйду замуж Только за Пушкина Я горячо защищала Свою любовь Перед дедом Матерью Прося их благословения Наконец Пушкин Стал моим женихом Я весь в сомнении Любит ли она меня так Как люблю ее я И смогу ли я Создать ей такие условия Которые При ее ослепительной красоте Она заслуживает И так Через два года Наслажданная свадьба Наконец-то состоялась Все как будто Оторилось непривычно Радостным чувствам 18 февраля 1830 года Самый счастливый день Я Жена Я 18-летняя девчонка Жена Пушкина Почему-то никто не замечал Нашего счастья Все жалели меня А я помню Как после свадьбы Он целовал мои руки Стоя на коленях И шептал Радость моя Счастье моё Я Женат И счастливый Нас Называли Вулканом И Венерой Казалось Счастью Не будет Конца Счастье моё 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Я, что ни ночь, прожу по саду и повторяю. Здесь она меня дарила добрым взглядом, со мной болтала до темна. Она споткнула здесь о камень, не разглядев его во мгле. Его я выкопал руками, теперь он на моем столе. А рядом ведь гелятропа, подаренная ею мне, Ее внесший тройки топот, мне часто слышится во сне. ПЕСНЯ 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 Зачем его должна ты принимать? Но я любим, наедине со мною ты так нежна, Лапзания твои так пламенные, Слова твоей любви так искренне полны твоей душою, Тебе смешны мучения мои. Но я любим, тебя я понимаю, Мой милый друг, не мучай меня, молю, Не знаешь ты, как сильно я люблю, Не знаешь ты, как тяжко я страдаю. Господа, я пригласил сегодня известных актеров. Вы еще не видели новую постановку Из маленьких трагедий Александра Сергеевича Пушкина? Думаю, вам доставит это огромное удовольствие. Просит, господа, просит, просит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет. И выше для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком лучше, когда высоко звучал орган старинной церкви нашей. Я слушал и заслушался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я ранопраздной забавы. Науки, чуждые музыки были посты у меня. Упрямый, надменно, от них отрекся я. И предался одной музыке. Труден первый шаг и скушен первый путь. Преодолел я ранние несгоды. Ремесло поставил я подножие к искусству. Перстам предал послушную сухую беглость. И верность в уху. Звуки умерли в музыку я разъял. Как струк. Поверил я алгебры гармонии. Тогда уже держнул науке искушенную. Предался книге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне. Не смея помышлять тогда еще о славе. Нередко просидел без малой кельни. Два, три дня позабыв и сон. И пищу, куси постов, и слезы вдохновенья. Я шок мой труд и холодно смотрел. Как мысль моя и звуки мой раздерны. Пылай слез и любимый исчезай. Что говорю? Когда великий глюк явился открыт на новый тайм. Глубой, пленительный тайм. Не бросил ли я все, что прежде знал. Что так любил, чему так жарко верил. И не пошел ли бодро вслед за тем. Безропотно, как тот, кто заблуждался. И встречным послом в сторону вину. Усильным напряженным постоянством. Я, наконец, в искусстве безграничном. Достигнув степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был. Я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой. Также трудами, успехами, друзей, товарищей моих в искусстве дивным. Нет. Никогда я зависти не знал. О, никогда! А ныне, сам скажу, я ныне завистию. Я завидую. Глубоко, мучительно завидую. О, небо! Где ж провода, когда в священный дар, когда бессмертный гений, не в награду любви горящей. Самотверженье, трудов, усердя, молений посла. Озаряет голову безумца. Гулять и празднова. О, Моцарт, Моцарт! Ага, увидел ты, а мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Ты здесь, давно? Давно. Сейчас я шел к тебе, нес кое-что тебе и показать, но, проходя перед тромдиром, услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слышала. Слепой скрипач в тромдире разыгрывал. О, вы кому известно! Чудо! Не вытюрпим, привел я скрипача, чтоб угостить тебя его искусством. Войди. И смоться ты нам что-нибудь. И ты смеяться можешь? Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься? Нет, мне не смешно, когда маляр негодный не пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный породия бесчестит Алигерию. Пошел, старик! Постой же! Вот тебе, пей за мое здоровье. Ты с Алиерием не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время. Что ты мне принес? Нет, так, безделицу. На медней ночью бессонница моя меня там жила. И в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твоего мне слышать мнение, но теперь тебе не добену. Ах, Моцарт, Моцарт! Когда же мне негать тебя? Садись, я слушаю. Представь себе, кого бы, ну хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобою, я весь друг. И день рыбовой, и с огнем рак, и что-нибудь такое. Ну слушай же! КОНЕЦ КОНЕЦ Ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, не достоин сам себя. Что ж, хорошо. Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я. Ба, браво, может быть, но божество мое проголодалось. Послушай, отобедаем мы вместе. Практика, братовый Левак. Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой, сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась. Жду тебя, смотришь. Нет, не могу противиться я долю. Судьбе моей я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Погибет ли он тем искусство? Нет. Оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий хорубим занес он несколько нам песен райских. Чтоб, возмутив бескрылое желание, в нас, чадов праха, после улететь. Так улетай. Чем скорее, тем лучше. Вот яд, последний дар моей изоры. Осьмнадцать лет ношу его с собой. И часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раносной. И сидел я часто с рогом беспечным за одной трапезой. И никогда наш опыт искушения не преклонился я. Хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, Хоть мало жизни люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня. Что, умирать я мнил? Быть может, жизнь преподнесет внезапные дары. Быть может, посетит меня восторг и творческая ночь, и вдохновение. Быть может, новый гайден сотворит великое и наслажусь им. Как пировал я с гостем ненавистным. Быть может, мне злейшего врага найду. Быть может, злейшая обида меня с надменной грянет высоты. Тогда не пропадешь ты, дар изоры. И я был прав. И, наконец, нашел я злейшего врага. И новый гайден меня восторгом дивно упоит. Теперь пора. Заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты не расстроен? Обед хороший, славное вино. А ты молчишь и хмуришься. Признаться, твой реку меня отребожил. А, ты сочиняешь реку. Давно? Давно. Недели три. Но странный случай. Не сказал тебе? Нет. Так слушай, недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мной кто-то. Отчего? Не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был, что ему во мне. На завтрак тот же, зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня. Я вышла. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, Заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мной не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было жаль расстаться с моей работой. Хоть совсем готов к нашу реквием. Но между тем я... Что? Мне ссорится, признатся, какая-то. В чем он? Мне день и ночь покой не дает. Мой черный человек за мной и всюду. Как тень он гонится за мной. Вот и тебе не кажется, что он с вами в сантретей сидит. И, пол, что даст страх, ребяти. Рассей пустую гоню. Бомарше, говорила мне, слушай, брат Сальери, Как мы, свеченные к тебе придут, Откупай шампанского бутылку. Или перечти женитьбу Фигаро. Да, помарше, и был тебе приятен. Ты для него-то рада сочинить. Вещь славный. Там есть один мальчик. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла. Ах, правда ли с Алиной, Что помарше кого-то отравил? Не думаю. Он слишком был смешан для ремесла такого. Но он же гений, как ты, Дениан. А гений и злодейство. Две вещи несовместные. Ты думаешь? Ну, пей. За твоё здоровье, друг. За искренний союз, Связующий Монцарта и Сальери. Двух сыновей гармонии. Постой. 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 Ты выпил без меня? Довольно сыт я. Слушай же, Сальери, Мурек. Поехали. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Аплодисменты. И до ночи, бог лезет, где ездит, воротит, чуть ласковое слово промолвит и ест, чуть ласковой рукой по белому лицу меня подрепит. И не денежка, мужчина, что петух, кири-ку-ку, мах-мах крылом и прочь, а женщина, что бедная на сетках, сиди себе, да выводи цепляй. Пока жених, уж он не наследится, не пьет, не ест, глядит и наглядится, женился и забота настает. То надо бы на соседей навестить, то на охоту ехать за колами, то на войну нелегкое несет, туда-сюда, а дома не сидится. Как думаешь? Уж нет ли у него засновы там? Полный, не греши. Но на кого тебя он применяет? Ты всем взяла красой и ненаглядной, обычаем и разумом. Мам, подумай, ну, сколько-то не в себе ему найти сокровище такого. Когда бы услышал Бог мои молитвы и мне послал детей, к себе тогда умело вновь я мужа привязать. Ах, вон он пароходниками. Муж, муж домой приехал, но что ж его не видно? Что, князь, где он? Князь приказал домой отъехать там. А где он сам? Остался один в лесу, на берегу Днепра. И вы отменились остались? Там одного? Усердные вы слуги. Сейчас назад, сейчас ему скачите. Сказайте ему, что я послала вас. Ах, Боже мой, в лесу ночной порой И дикий зверь, и лютый человек, и леший бродит. Долгой лебеды, скорей, скорей, зажги свечу перед иконой. Игу, мой свет, бегу. Веселый толпой из глубокого дна Мы ночью всплываем, нас греет луна. Люба нам порой ночной дноечной укидает. Люба вольной головой, выстречу и разрезает. Подавайте к дружке голос, воздух звонки раздражает. И зеленый влажный волос, в нем сушить и отрехать. Тише, тише. Под кустами кто-то кроется в обле. Между месяцем и нами кто-то ходит по земле. Что здесь тренинг? В поле чистом, не догнать ли их скорей? Блеском, охотом и свистом не пугнут ли их камень? Поздно, рощи потемнели, холоднее глубина. Петухи вселенной обмели. Закатилась луна. Погоди, еще сестрица. Нет, пора, пора, пора. Ожидает нас старинная, наша строгая сестра. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Солнце село, столбом луна блестит над нами. Плывите вверх, по небу поиграть. Да никого не трогайте сегодня. Ни пудника, ни щекотать, ни смейте. Ни рыбакам их не вот отягчать травой единой. Ни ребенка заманивать в воду рассказами о рыбках. Где ты была? На землю выходила, я к дедушке. Все просят у меня с одной реки достать ему те деньги, которые когда-то в ходу к нам он побросал. Я долго их искала. А что такое деньги, я не знаю. Однако же я вынеслый на прикрышниранный самоцветленный. Он очень был им рад. Безумный скляга. Послушай, дочка, нынче на тебя надеюсь я. На берег наш сегодня придет мужчина. Стереги его и выйдь к нему. Он нам близок, он твой отец. Тот самый, что тебя покинет, ты на женщине жалился. Он сам, к нему не жмей, приласкайся. И расскажи все то, что знаешь от меня-то про свое рождение. А также про меня. И если спросит он, забыла я его или нет, скажи, что я его все помню и люблю. Ты поняла меня? С той поры, как бросилась без памяти я в воду Отчаянной презренной девчонкой И в глубине Днепра реки очнулась Русалкою холодной и могучей Прошло семь долгих лет Я каждый день о мщении помышляю И ныне, кажется, мой час настал На берега меня вычет неведанная сила Все здесь напоминает мне былой и вольной Красной юности моей Здесь некогда любовь меня встречала Горящая, кипящая любовь И как я мог безумно Так ветрен от счастья отказаться Печальные, печальные мечты Вчерашняя встреча же имела Отец сейчас Как ужасен он А в восемь опять его сегодня встречу И согласится он оставить вес Ко мне переселиться Что я вижу Откуда ты, прелестное дитя? Я знаю, чьи он Я дочь твоя Как дочь моя? Ты помнишь ту девушку, которую мы покинем? Она моя мать Она тебя помнит, любит и ждет к себе Отец мой, пойдем со мной Пойдем, нас матушка ждет Гиминея, священной страстью пламенея Под меру подойти готов Меж тем, как ты, проказник умный Проводишь ночь в беседе шумной И за бутылкой раи сидят раевские мои Когда везде весна обладая С улыбкой распустила грязь И с горя на брегах Дуная Вунтует наш безрукий князь Тебя, раевских и Орлова И память каменки любя Хочу сказать тебе два слова Про Кишинев и про себя На этих днях среди собора Митрополит седой обжора Перед обедом невзначай Велел жить долго всей России И сыном птички и Марии Пошел Христосоваться в рай Я стал умен, я лицемерю Пощусь, молюсь и твердо верю Что Бог простит мои грехи Как государь моей стихи Говенит инзов А на медни я променял парнаски бредни И лиру грешный дар судьбы На часа слов и на обедни Да на сушеные грибы Однако гордый мой рассудок Мое раскаяние бронит А мой ненаважный желудок Помилуй, братец, говорит Когда еще в окрое Христова Была бы, например, лапфит Или кладбудшо Тогда бы не слово А то подумай, как смешно С водой молдавское вино Но я молюсь и воздыхаю Крещусь, не внемлю в сатане А все невольно вспоминаю, Давыдов О твоем вине Вот и Христия другая Когда и ты, милый брат Перед камином надевая Демократический халат Спасенье чашу наполняли Беспенной мерзлой струей Из-за здоровья тех и той До дна, до капли выпивали Но те вне Аполли шалят А та едва ли там воскреснет Народы тишины хотят И долго их ерем не треснет Уже ли надежды лучи сейчас? Но нет, мы счастьем насладимся К кровавой чаше причастимся И я скажу Христос воскрес! Скребницей чистил он коня А сам ворчал, сердясь не в меру Занес же вражий дух меня На распроклятую квартиру Здесь человека берегут Как и у турецкой перестрелки Насилущие пустые дадут А уж не думай о горелке Здесь на тебя, как лютый зверь Глядит хозяин А с хозяйкой Небось не выманишь за дверь Ее ни честью, ни хозяйкой Толь дело Киев Что за край? Валятся сами в рот галушки Вином хоть пару поддавай А молодицы, молодушки Ей-ей, не жаль отдать души За взгляд красотки чернобривой Одним, одним нехороши А чем же, расскажи, служивый Ну, слушай Около днепра Стоял наш полк Моя хозяйка Была при боже И добра А ну, что помер Замечайка Вот с ней и подружился я Живем согласно Так что, Люба Прибью Марусинка моя Словечко не промолвит грубо Напьёс Уложит И сама Опохмелиться Приготовит Мигно бывало Эй, кума Кума Ни в чём не прикословит Кажись О чём бы горевать Живи в довольстве Безобидно Да нет Я вздумал ревновать Зачем бы ей Стал думать я А правда ли, что Молодой днепр с собой Боже, верно Алексей в самом деле Собой молодец Он воспитывался в университете Не ревался Вступить в военную службу Но отец не согласился Так и стал С покамом парном Барышни на него Заглядываются Но Алексей Мамом интересуется Что и говорить Все барышни Сходят на него с ума А с оберами Мамом интересуются Кажется Дочка Григория Ивановича Новым Соседа моего Она единственная Изболонная дитя Ей всего-то 17 лет А уж такая проказница Её редкость восхищает отца И приводит в отчаянии Мадам англичанку Который жастер Который белится И сумит дров Слышите Все слуги завтра Берут Слуги лвовестерных На именинах Половой жены Любопытно Отпустят ли Муромские звонки Наши-то сутря Всё прихорашивается За Лизой Ходила Настя Она была постарше Но столь же ветрена Как и её барышня Лиза Её очень любила Открывал ей все свои тайны Вместе с ней Обдув Свои затеи Позвольте мне Сегодня пойти в гости И соль А куда? В Тудилово С Берестовым Повару жена У них именинница И вчера Приходила звать Нас отобедать Вот Господа в сое А слуги Друг друга угощают А нам Как вы делаете господ? К тому же я ваша Аня Папенькина Ведь вы ещё Не бронились Молодым Берестовым А старики Пускай себе дерутся Коль им это весело Постарайся, Настя Увидеть Алексея Берестова Да хорошенько мне расскажи Каков он собою Да что он за человек Настя обещалась А Лиза с нетерпением Целый день ждала её возвращения Поиграйте красные детки Поиграйте без меня Проrió О-Э-Ли А о-Э-Ли А о-Э-Ли А о-Э-Ли А о-Э-Ли А о-Э-Ли А о-Э-Ли Апี้ Купай Купай Ходит, бродит, тувород, не пускает хоровод. Поиграйте, красные девки, поиграйте без меня. Ой-ли, ой-ли-ли, ой-ли, ой-ли, ой-ли-ли, поиграйте без меня в свете солнечного дня. Ой-ли, ой-ли-ли, ой-ли, ой-ли, ой-ли-ли, уж мой милый уже вне выходит, бродит тувород. Ой-ли, ой-ли-ли, ой-ли, ой-ли, ой-ли-ли, ходит, бродит тувород, не пускает хоровод. Ой-ли, ой-ли-ли, ой-ли, ой-ли, ой-ли-ли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Ну как же вы нетерпеливы? Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели часа три, да и обед был славный, пирожные были манджи, синие, красные, полосатые. Ну а сейчас, ну вот, вышли мы из-за стола и пошли в сад в горелки бегать, а молодой парень тут и явился. Ну что ж, правда ли говорят, что он так хорош с тобою? Удивительно хорош, красавец, можно сказать, стройный, высокий, румяется во всю щеку. Браво, а я так думала, что у него лицо бледное. Что ж, каков он тебе показался, печальный, забылчий. Что вы, до такого бешеного я и сроду не видывала. Сдумал он с нами в горелки бегать. С вами в горелке? Невозможно. Еще как возможно. Да что еще выкнул? Поймал я, скинул целовать. Воля твоя, Настя, ты врешь. Воля вашей не вру. Я, на силу, его отделалась. Целый день с нами так и проводился. Да как же. Говорят, он влюблен. И ни на кого не смотрит. Не знаю, а на меня, только уж слишком смотрел. Да на Таню, прикачку, дочь тоже. Да на Пашу Колбинскую. Да греш, сказать, никого не обидел. Такой была он мне. Это удивительно. А что в доме про него слышно? Вален, сказывает, прекрасный. Такой добрый. Такой веселый. А Таню хорошо. За девушку он слишком любит гоняться. Тут, по мне, тут еще не беда. Со временем остепенится. Как бы мне хотелось его увидеть. Да что ж тут мудренство. Тут ела от нас недалеко. Всего три госты. Пойдете гулять или поезжать сверху в ту сторону. Вы верно встретите его. Он же каждое утро ходит с ружьем на окоту. Нет. Он может подумать, что я за ним коня. К тому же, отцы наши ссорят. Так-то нельзя мне будешь с ним познасловаться. Ах, Настя, знаешь ли что? Наряжусь-ка я крестьянкою. И вправду надень в толстую рубашку сарапан Доступать смело в ту гелой. Ручья весьма уж перестоптовать Не продевает. Опозди, Шлума, я творить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, Какая славная выдвуга. Господа, боже, к нам пожаловались цыгане. Плюдо Макжи. Ах, Настя. Ах, Настя. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Барин! Ну, барин! Ах, барин! Всю правду, барин, скажу. Ничего, барин, не убью. Ничего. Ох, барин! Ох, барин! А ведь не веришь мне, барин, а? А вот тебе недавно место казенное выпало. А? Хорошее место-то казенное было. Было такое, барин? Ну, это ты случайно попал. Ох, барин! Предлагали мне место при самом великом князе Константине Павловиче. Ох, зря мне, барин, не веришь. Зря барин! А вот недавно тебе долг вернули. Деньги большие. Было такое, барин? Ах, бестия! Да ты прям ведьма! Еще в лицее товарищ один в карты мне проиграл. Я уже и думать было забыл об этом доме. И на тебе, получил наследство, шлет деньги. Я никогда, барин, не вру, когда ручку хорошо погладяю. Я судьбу скажу. Ну, барин. А вот тебе, барин, третье мое слово. Жизнь ты кончишь, барин, не своей смертью. Прочь! Прочь иди! Ишь, чего накаркал. КОНЕЦ 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 скамьи. Впрочем, знаю, его я не встречу. В веке прошлом остался поэк. От него его черная речка, где не дрогнул врага пистолет. Только Пушкиным все здесь дышит, только Пушкиным все живет. Тех же галок армады над крышей, тех же листьев багряных полет. Столько здесь широты и света. Воздух болдинский пить не испить. Так мне хочется быть поэтом. Здесь поэтом нельзя не быть. Бал продолжается, господа! Бал продолжается, господа! Бал продолжается, господа! Бал продолжается, господа! В программе, которая называется «Средь шумного бала» принимали участие Натали, Елена Семеркина, Пушкин, Виктор Безумнов, Ведущие Ольга Шаблова и Денис Горюнов, Актеры, маленькие актеры школьного театра, школа номер три, Руководитель Мария Сергеевна Дроздова, Школьный театр, школа номер три, Руководитель Евгений Целковный Барюшева, Штекцы Мария Сергеевна Дроздова, Татьяна Геннадьевна Барашкова, Мария Михайловна Медведева, Юрия Баринова, Виктор Безумнов, Владимир Чернов, Исполнители романсов Ольга Степшина, Евгения Барюшева, Алисина Бутушкина, Танцевальные номера, Телеграфический ансамбль, Вдохновение, школа искусства, Руководитель Наталья Суситко, Покажитесь, пожалуйста, Наталья Суситко, Ансамбль скрипачей, Руководитель Евгения Федоровна Киселева, Евгения Николаевна, простите, А также актеры Народного театра «Лазурит» и в эпизодах и сцены спектакля «Тайны трех сестер». Прошу вас сюда. Спасибо, господа, за новость. Я буквально за 15 минут до начала этого прекрасного вечера прибыл из Болдина. Разрешите передать от главы администрации Болдина Жарикова привет всем. Желание с праздником. Праздник Болдина продолжается, но тем не менее у нас тоже праздник. Разрешите всех вас, зрителей, особенно артистов, которые сегодня сделали прекрасный вечер, поздравить с днем рождения нашего Александра Сергеевича Пушкина, пожелать всем и участникам, и всем, кто пришел сюда на этот вечер, доброго здоровья, счастья, успехов и всего, чего вам хочется всем, каждому. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые кулебачане, мы очень рады, что вы сегодня оставили свои дела и пришли сюда, в этот зал. Значит, вы действительно любите Пушкина. И сегодня Пушкин объединит всех, тех, кто сидит в зале и тех, кто был на сцене. Праздники, посвященные Пушкину, прошли везде. В школах, библиотеках, в детских садах, на сцене Дворца культуры, России, в клубах, сельских, везде и всюду в течение этого года были пушкинские вечера и встречи. У нас были конкурсы эстрады, у нас был конкурс хореографии, посвященный Пушкину. Прошел прекрасный вечер в колледже. И прежде чем мне сказать о сегодняшнем заключительном вечере, я хочу сказать, что было еще одно мероприятие. Был конкурс. Конкурс мини-сочинения о Пушкине. Был конкурс стихотворения Пушкина и рисунок о Пушкине или посвященный пушкинским произведениям. И сейчас я предоставляю слово главному редактору газеты «Кулебакский металлист» Чернову Владимиру Федоровичу. В течение трех месяцев продолжались конкурсы, которые были объявлены администрацией нашего района и редакцией газеты «Кулебакский металлист». Около 40 человек, точнее 38 человек приняли участие во всех этих объявленных конкурсах. Оргкомитет поработал, подвел итоги. Итоги мы уже объявили, а сегодня мы торжественно вручаем победителям и призерам призы, честно ими заработанные. Итак, по двум возрастным категориям мы объявляли конкурс по детям, школьникам и учащимся до 18 лет и вторая категория старше. Итак, я объявляю итоги конкурсов среди детей. Конкурс рисунков. Третье место присуждено Ольге Докторовой, школа номер один. Пожалуйста. Мораеву, школа номер девять. Победителем в конкурсе рисунков стал Олег Коробков, школа номер семь. Конкурс мини-сочинений. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место заняла Таня Синицына, школа номер шесть. АПЛОДИСМЕНТЫ А победителем конкурса мини-сочинений стала Таня Саратовцева, школа номер шесть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Был объявлен и поэтический конкурс. Третье место заняла Юля Игрушкина, школа номер девять. АПЛОДИСМЕНТЫ Школа номер один. АПЛОДИСМЕНТЫ Оля получает второй приз по другому конкурсу. АПЛОДИСМЕНТЫ Первое место заняла победителем поэтического конкурса стала Наташа Саратовцева, школа номер шесть. АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, взрослых участников не было в конкурсе рисунков. Очень жаль. У нас очень много интересных художников и можно было, конечно, получить хорошие работы. Но до следующего юбилея. Что касается остальных конкурсов, то здесь участники у нас были. Конкурс мини-сочинений среди взрослых. Второе место занял Юрий Герасимов в Кулебаке. АПЛОДИСМЕНТЫ Победителем... Вот здесь, подождите. Победителем конкурса мини-сочинений стала Элеонора Попова в Кулебаке. Кулебаке. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место в поэтическом конкурсе занял Юрий Герасимов. Второе пресс у него. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место завоевал Андрей Елисов в Саваслейко. АПЛОДИСМЕНТЫ Стала Наталья Баталова в Кулебаке. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать самые тёплые слова всем участникам и остальных неучастникам пригласить участвовать в наших будущих разных, самых разнообразных конкурсах. Спасибо большое. С праздником. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне хочется сказать, что венцом всего, что мы творили, говорили и праздновали всё, что было посвящено Пушкину, это сегодняшний вечер. Это квинтэссенция всего лучшего, красивого, талантливого, что есть у нас в Кулебаке в районе. Сценарий этого вечера писали представители управления образованием. Мне хочется сказать спасибо сегодня Василенко Анне Фёдоровне, Барышниковой и Валентине Михайловне, Шатровой Валентине Сергеевне, Шкретовой Людмиле Ивановне, Дроздовой Марии Сергеевне, Щухиной Галине Николаевне и осветителям, и тем, кто делал эту сцену, и тем, кто прекрасно подобрал музыку, и Людмила Ивановна Шкретой персональной, которая репетировала, режиссировала, расставляла, и сегодня, наверное, волновалась больше всех. Спасибо всем. И, конечно, Вам, любителям Пушкина, с праздником, дорогие кулебачане! Дорогие друзья, извините, пожалуйста, я забыла сказать, что в нашем праздничном вечере принимали не только жители нашего города, но и района. Тепловский театр, школьный театр Теплого. Режиссер Лидия Ивановна, прошу на сцену. Лидия Ивановна Малышева. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не могла о них не сказать. И еще, аккомпанировал всем дамам и господам романцы Ирина Копеина. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще, извините, скажу раз, что подошла к микрофону. Очень приятно, что сегодня у нас в нашем празднике участие принимали самые лучшие, самые талантливые, а самые из лучших и талантливых наши чтецы, которые только что вернулись с конкурса, который проходил в Москве. Международный конкурс Пушкинская лира. В нем принимали участие из сей Нижегородской области два наших кулебачанина. Это ученица третьей школы Юрия Баринова. Она заняла второе место, вы представляете? Юрия Сергеева-Майорова. И Татьяна Геннадьевна Барашкова, учитель школы номер 6. Она заняла третье место, представляется нашей кулебаке. Я не могу о них не сказать. Спасибо. Я хочу добавить, что администрация благодарит всех артистов не цветами, но конфетами. Спасибо им. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.